Сергей Калмогоров свободен, его выпустили из-под стражи прямо в зале суда. Напомню, это пограничник, которого приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве мирной жительницы в сентябре 2014 года. Калмогоров вместе со служивцами открыл огонь по автомобилю, когда водитель отказался остановиться по команде и попытался прорваться через блокпост. Произошло это на окраине Мариуполя сразу после серии нападений на пограничников. Все подробности сегодняшнего суда знает Руслан Смещук. Тесный, переполненный зал судебных заседаний. Кроме самих участников процесса, в коридорах десятки репортеров, а также пришедшие поддержать Сергея Калмогорова, побратимы, активисты и нардепы. И вот после нескольких перерывов и долгих часов ожидания вердикт. Калмогорова, спидмарты, зверьмите. Судья пытается успокоить собравшихся. Эмоции зашкаливают. Ранее возле здания суда эмоции выплеснулись. Досталось советнику министра внутренних дел Зорину Шкиряку. Впрочем, оказалось, что Сергея Калмогорова не оправдали. Дело отправляется снова в Мариуполь на повторное слушание. Но туда обвиняемый поедет уже сам, а не в автозаке. На этом еще процедура не завершена. Трагедия, нужно разбираться. Но, поскольку касационная инстанция избавлена возможности доследовать доказы, то их должен доследить суд первой инстанции повторно. И вот впервые после двух лет в СИЗО пограничник Сергей Калмогоров делает первые шаги на свободе. Я сейчас немножечко, понимаете, в другом измерении, поэтому я прошу прощения. А вы понимаете, что суд первой инстанции снова может вам обрати какую-то меру запобежного захода, и, возможно, не ближайшим часом? Я прекрасно это понимаю, поэтому мы будем готовиться уже посерьезно. Позиция простая, правомирность. Видите, микрофон. Почему это проходит? Уже после слушания адвокат обвиняемого заявляет, касацией довольна. Но это только первый шаг к оправданию ее клиента. Все свои аргументы мы навели, сторона захиста навела подчас судового заседания. Это то, что доказы есть неналежными, недопустимыми, на которые посылался суд. Суперечности не были усунены. Что касается обвинения, то прокуроры просто ретировались от репортеров и группы поддержки Калмогорова. Но спустя час все же дали брифинг. Хотел бы зазначит, что судом касационной инстанции не проверялась сегодня в зале суду належность и допустимость доказаний, которые были собраны органами досудового расследования. Фактически на данный момент совершила проверка в час судового заседания, дотримание норм права материального и процессуального. В переводе с юридического языка Калмогорова отпустили, но пока не оправдали. И уже завтра сам пограничник и его сторонники обещают провести пресс-конференцию. Руслан Смещук, Геннадий Вивденко, Сергей Еременко и Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.